МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, вот в этом-то и прелесть разных исторических передач. Ну, а сегодня я хотела бы разыграть книжку, не относящуюся, кстати говоря, вот одна из немногих средиземноморских стран, которая не затронута турецким влиянием, это Италия. Ну, во всяком случае, на Средиземном море, там, Адриатика и всё остальное, это всё с турецким владычеством связано, да и на Чёрном тоже, Болгария, там, всё такое. Но разыгрывать сегодня будем книжку, тем не менее, про Италию. Но всё равно, тепло, море, так что неважно, ко времени подойдёт. «Италия. Время путешествий. Надя де Анжелес. Чувство капучино». Это роман, это не путеводитель, но роман женщины, которая с Италией познакомилась непосредственно, выйдя замуж за итальянца. Вот такая вот занятная книжка. По-моему, она, кстати говоря, очень удачно издана, в том смысле, что её можно читать на пляже. У неё такая обложка очень плотненькая. Так что желаю вам её получить. Таких книжек у нас пять. Вопрос вот какой. Какая часть населения Османской империи до XVII века, как поправляет меня Александр Петрович, в определённые, скажем так, века, платила так называемый налог кровью. Какая часть населения, что объединяло эту часть? Ну, несложно предположить, как разделялось население Османской империи. Оно было гигантским, там огромное количество народов входило. Хватит, подсказки уже все сделаны, отвечайте быстрее, а то нам про это рассказывать надо. Присылайте одним словом, одним словом, плюс 7985-970-4545, определите, кто платил этот самый налог кровью. Ну, а мы всё-таки обращаемся к Османам. Мы говорим именно об Османской империи, прошу прощения, потому что мы говорим именно о том времени, когда всевозможные турецкие владыки наконец поменялись, и пришли Османы, собственно, к власти. Да, потому что турок-сельджуков разгромили татаро-монголы успешно, причём пару раз и очень крепко. И Боязид у нас молниеносный погиб, и пришли снова Османы, с Тюрки, с Османа первого начиная. И вот появляется империя. Очень интересная империя, очень своеобразная империя. Тем более интереснее подогреет и вот этим вот сериалом, который крутят у нас по телевизору. Великолепный век. И последним турецким суперисторическим блокбастером о завоевании 1453. Вы знаете, я сегодня, простите, когда готовилась к передаче, я обнаружила удивительную связь. список турецких султанов, расположенный на форуме фан-клуб турецких сериалов. То есть люди к истории Османской империи и Турции вообще пришли вот таким способом. На самом деле это очень хорошо, смотрите. И очень хорошо, что идут дискуссии по фильмам. Да, там очень много историй. И, кстати, с точки зрения Турции, фильм 1453 получился очень неплохой. Конечно, конечно, там полно ляпов, как и в наших исторических фильмах. И император совсем не в том дворце находится. И воины не той национальности воюют. И кондотьер генуэзский погиб совсем не так и не там. Уже его успели вывезти на остров Хес, где он скончался. И так далее, и так далее, и так далее. Но, наверное, это не суть важна. Интереснее посмотреть канву. Мне понравилось, что вокруг вот этого сериала пошли даже финансовые дискуссии. Очень интересно. Интересно. Да, да, да. Потому что стали обсуждать, Хюрем Султан была ли большим благотворителем, или не была большим благотворителем. Мы это, безусловно, разберем. Потому что это действительно одна из существенных частей казны Османской империи. Как-то не парадоксально. Она действительно заведовала огромным благотворительным фондом. И многие больницы, столовые, рынок и так далее были построены ей. И в ее тоже хозяйстве мы разберемся. Но очень важно, что вот все, кто начинает рассуждать на эту тему, как всегда, это во всех странах делают одну традиционную ошибку. Все меряется акче изначального размера. Так вот, чтобы потом не отвлекаться, сначала сразу оговорим, в чем мы считаем. Мы считаем все вот эти вот несколько сот лет в акче и в дукатах. Дукаты мы подробно разбирали, когда говорили о Венеции и Генуе. Он действительно в момент Мехмеда II, в момент вот этого завоевания, это было примерно 40-50 акче. Акче 1,15 грамма тогда серебряная монета. Это примерно что-то похожее на нынешний доллар. И если считать в долларах, все великолепно. Но мы, как всегда, увидим, что в результате вот этой всей замечательной финансовой политики валюта что делает? Девальвируется. И, значит, где-то через полтора-ста лет это уже треть грамма. И где-то к концу XVII века это 0,2, потом 0,13 грамма. Потом пошла медная монета, мангир, можно считать, в мангирах. Причем, если в период Сулеймана великолепного мангира, как Акче, это 1,16, то в период войн России и Турции это уже один к одному. И в конце концов Акче сходит почти на ноль. Это мельчайшая монета, которую печатают только из традиций. Еще раз говорю, она равна по цене медной мелкой разменной монете. Вот так вот инфляция и Османскую империю не обошла стороной. Теперь вот начинаем потихонечку разбираться. Итак, у нас сформировалась империя, которая находится на территории и Европы, и Азии, которая захватила Константинополь. Ну, невелика, честно говоря, с точки зрения военной победы, потому что Константинополь к моменту завоевания это полуразрушенный, маленький город с населением порядка 50 тысяч человек. Но он еще византийский? Он, конечно, он и есть византийской империи. Потому что кроме Константинополя у них есть немножечко кусочек пивопонеса, у него есть несколько островов у этой империи, и все. И наемные войска, и пришедшие на помощь итальянские союзники. Ну, тысяч семь воинов на все про все. Действительно, совсем-совсем-совсем мало. Полуразрушающиеся стены. И действительно так получилось, что взять его было не так сложно. И героические защитники действительно обороняли его два месяца против армии, которая, ну, по крайней мере, раз 20 было больше по численности. И против орудий, которых у них не было. Здесь вот опять-таки пишут, что пушка вот эта вот. Неужели была такая пушка, как там показывают? Была, была, была. Действительно, Урбан, которому не заплатили, не заплатили византийцы, денег не было, пошел к туркам, сделал эту пушку, которую обслужило 700 человек. Спрашивают, почему она больше никогда не использовала, потому что ее просто-напросто разорвало. Она проработала шесть недель. Почему и царь пушки не стреляли? Век, такое орудие был очень недолго. Она все-таки стреляла полутонными ядрами. Это был огромный такой монстр. Ну и вот, значит, приходит Мехмед II Константинополь, формирует единую, огромную тогда империю. И он делает свой мощный свод законов. Александр Петрович, прежде чем мы перейдем к своду законов, я хотела бы сказать... Это слово налогов. Естественно. Я бы хотела просто обрисовать на всякий случай для памяти, что мы понимаем под Османской империей этого периода. Территория же ведь и африканская. Пока они еще воюют, пока они туда не дошли. Пока Испанская империя у нас это Анатолия и Румелия. Пока она у нас это территории на Европе, Восточной Европы и территории Малой Азии. А потом, вот после этого, в результате огромных завоеваний 15-го, 16-го, частично 17-го века, они доходят. Три раза доходят до Вены, это предел в Европе. И доходят... А с той стороны проходит Египет, доходят до Алжира, помогают Барбароссе. И после этого Алжирский флот у них выходит, плывут вокруг Африки, доходят до довольно далеких кусков Африки. У них были такие походы. Захватывают фактически все, что можно на Средиземном море. И пиратствуют, и грабят, и собирают таможенные платежи, все, что можно. И заходят на Ближний Восток, и уходят к Тигру и Ефрату. И, естественно, распространяют свое влияние на Сирию, Ливан, и так далее, и так далее. И получается та империя, которая это считала до Первой мировой войны, и в конце концов, в результате ее и развалилась. У нас уже есть правильные ответы по поводу налога кровью, потому что мы все-таки должны об этом поговорить. Так что чем раньше огласим, тем лучше. Правильный ответ действительно. Часть населения Османской империи, которая платила так называемый налог кровью, это христиане. Ответ. Не мусульмане неверные, потому что иудеи не подходили под это. Не подходили абсолютно. А иудеи там были. Иудеи были, но именно от этого налога они были освобождены. Конечно. Набор мальчиков из христианских районов Османской империи в мусульманские семьи и школы, Денис, это не совсем правильно. Потому что сначала... Чуть-чуть правильно. Потому что они действительно учились, только ради чего? Сейчас расскажем про это. Дело в том, что они действительно шли в янычары. А янычары, Артем, это не национальность. Это так называемые новые воины. Это, собственно, вот этот вот костяк армейский, как элит, да, элита войсковая. Вообще там все, конечно, было затейливо. Но вот один из налогов, о которых мы сейчас узнали, что для христиан был налог кровью, то есть мальчиками. Кстати говоря, если мальчик был физически негоден или женат, что, видимо, одно и то же... Не брали. То его не брали. Поэтому некоторым удавалось просто пораньше женить мальчика и не отдавать янычары. Да, почему и ранее браки. Вы правы. И еще не брали детей старост, потому что слишком умные. И детей пастухов, потому что они... Дурачки. Не будем оскорблять, но... Ну, скорее всего. Итак, победители наши. Константин, 46-78. Людмила, 81-07. Алла, 52-73. Это все окончание телефона. Марина, 26-33. И Юрий, 62-48. Получится книжку про Италию. Возвращаемся к нашим османам. Вот. И у них появляется свод законов. Вот. Мехмед II, про который мы говорили, он принял мощный свод законов канон на Мэ. А потом, естественно, появлялся такой свод законов у каждого последующего султана. Очень неизвестно то, что написал Сулейман, например. Но мы начинаем с Мехмеда II и будем следовать его тексту. И вот там упомянуты принципы организации управления империей. Она была разделена в итоге на 16 областей крупных. Там были губернаторы Белирбеи. И было, в конце концов, около 250 уездов санжаков. Вот. И в уездах есть опять свои санжак-беи. И в этих уездах собираются налоги. Вот раз уж мы поминали налог крови, начнем с него. Совершенно специфический налог. Зачем он был сделан? Это его ввел Мурат. Его ввел Мурат I еще в 14 веке. Логика была какая. Мы собираем где-то раз в 5 лет, ну, не очень равномерно, каждого пятого, это опять-таки в среднем, христианского юношу в возрасте 12-16 лет. Ну, практически призыв в армию в нашей стране, он тоже как-то так и выглядел. Ну, возможно так, но тут еще раз подчеркиваю, что это христиане обязательно, так, это для службы, так, и они считаются личными невольниками султана. То есть они рабы, но личные рабы султана. Вот отсюда пошли минусы и плюсы. В основном это кто? Албанцы, болгары, греки, грузины, сербы, украинцы, армяне. И вот, кстати, что корежит, когда смотришь 1453, там воюют турки с турками. А прошу прощения, в византийской армии славяне и, как ни парадоксально, в турецкой армии янычары, вот те, которые идут на штурм последний день, вот основной штурм, это опять-таки стопроцентные славяне. Не имели права, не было там ни одного турка в янычарской пехоте. Ну, просто не было. Ну, Александр Петрович, это можно понять, потому что сейчас, когда ты приезжаешь во многие эти страны, где было турецкое владычество, они все, простите меня, выглядят как турки. Те же болгары и все остальные. Кстати, то же самое, когда смотришь фильмы «Наполеон воюет в Египте», так тоже надо понимать, что Наполеон-то воевал в Египте прежде всего не с египтянами, а с грузинами, точнее, извините, не с грузинами, не так выразился, с черкесами. Потому что тогда брали в основном туда черкесов со всей территории, и это были фактически и наши, те, кто живут на территории Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и так далее, и с территории Грузии и так далее, и так далее, это мамелюки формировались. Вот всегда нужно смотреть, откуда, как берется армия. Тем более, что, кстати, и в польской армии тоже были иначары, точно так же выглядящие, как турецкие. Вот один к одному. И когда вы видите опять-таки... Белокурые? И одеты так же. И с барабанами, и с такими же знаменами. Просто, ну, действительно, ударная пехота. Ну и вот, вот собирали их, направляли их по четырем ведомствам. Действительно, кому-то могло повезти, потому что их посылали либо в дворцовую службу некоторых, в канцелярию некоторых, в богословы могли послать. И уже, простите, переученных? Они, во-первых, естественно, их омусульманивали, естественно, им делали обрезание, естественно, их учили, естественно, их готовили к этой же самой службе. У них были наставники и так далее, и так далее, и так далее. То есть это мусульмания. Мусульмания... Славянского, условно говоря, происхождения. Славянского. Христианского происхождения. Меняли веру, так? Вот. И в период наибольшего могущества действительно это была огромная, огромная сила, потому что предел это было 196 полков. Из них 60 личная гвардия султана. А в полку тогда было в Орте до тысячи человек, так? Вот. И это была абсолютно непобедимая по тем временам пехота. Если я правильно понимаю, вот психологически, как это могло быть организовано, да? Люди оторваны от собственной веры и от семьи. Для семьи они уже вроде как мертвые, по большому счёту. Для веры тоже. Для веры, по большому счёту, тоже. Значит, их в достаточно юном возрасте взяли и переучили, поэтому у них нет ещё никакого бэкграунда, вот того, да, кроме там детства розового. И это люди вроде как выращенные специально для этого дела. У них новой семьи нет, жениться они не могут. У них практически нет имущества. Они могут только делать карьеру вот в этой самой области, правильно? Один из хронистов пишет, во дворце есть всего несколько человек, говорящих по-тюркски от рождения, потому что султан полагает, что вернее служат ему обращённые христиане, у которых нет ни крова, ни дома, ни родителей, ни друзей. А султан говорит, все народности будут стремиться превзойти друг друга. Если армия состоит из одного народа, появляется опасность. У солдат нет тогда рвения, и они подвержены беспорядку. А вот такой подход. Тем более надо понимать, почему единокровных тобой я знаю. Да потому что слишком много детей и родственников, и потому что вводится закон, при котором при вступлении султана в должность, как бы мы сейчас сказали, братьев нужно душить. И вот замечательный в этом фильме «Мехмед II», там же не показан момент, как он своего двоюродного брата задушил, а он тоже должен был это делать. То есть это было прямо на законодательном уровне всех мужских потомков? На всякий случай. На всякий случай. Почему держали в гареме, почему посылали в отдаленные провинции, почему за ними следили, чтобы не было революции, потому что свои могли свергнуть. Эти не могли свергнуть. И если мы посчитаем статистику, до конца империи, после завоевания Константинополя, только одна четверть визирий имели тюркское, османское происхождение. Очень интересная межнациональная политика. Четверть из премьер-министров, вот и считайте, только так. И это работало. И посылали их учиться в школу. И действительно обучали их, некоторые посылали в качестве советников, помощников. Из них формировали матросов, строителей и так далее, и так далее, и так далее. Но что дальше? Вот эта вот замечательная армия, она живет фактически в Стамбуле в огромной части, когда нет войны. А так как особо не мне ничего заняться, она начинает участвовать во всех вот этих вот дворцовых интригах. В общем, лезет в политику. Да, конечно. У вас получается, что в казармах вот этих у вас все время живут войска, которые могут чего-то сделать, так? И ими пользуются. И в дворцовых переворотах используют, еще раз используют, много раз используют иначар. А потом начинается вопрос у местной аристократии. Как это так? Почему? Вот не пойми кто, не пойми откуда попадает к нам и делает карьеру, и становится вплоть до того, что премьер-министрами, а мои дети нет. И они категорически требуют, разрешите, разрешите нашим детям вступать в службу. Тем более, что с 1566 года янычарам разрешили жениться. Да. И через два года, в 68-м году, разрешили поступать в янычарский корпус сыновьям отставных янычар. Сразу разрешили жениться официально, и тут же издают следующее. Можно сыновьям отставных янычар, так? А в 94-м году они начали прием добровольцев мусульман. И тогда уже аристократия начала запихивать своих детей в янычары. И они еще были силой где-то сто с лишним лет, но потом они превратились в абсолютно прогнившую, занимающуюся интригами силу. И все кончилось с тем, как вот наук и закончился. Да, кстати, они несколько раз убивали султанов. В 622-м году, в 807-м году, например. И поэтому в 826-м Махмуд, не Мехмеда, Махмуд II, уже просто-напросто их расстреливает. Из артиллерийских орудий просто-напросто свою родную армию поставил орудие. Раз стрелял, разогнал. И вся история янычар вот тогда и кончилась. Вот такой был специфический налог. Он дал армию. Он дал мощную армию Турции. Поэтому на армию мы собираем гораздо меньше денег. Но нужны и деньги. Зачем нужны деньги? А потому что устраивает Мехмед II и его последователи очень интересно всю систему управления. Вся земля принадлежит султану. И налоги. Какие налоги? Ну, налоги понятны. Это у нас с вами государство исламское. Мы смотрели подробно, когда говорили про арабов. Естественно, есть ушр, есть десятина. Естественно, есть харадж. Естественно, существует закат. Вот обязательно. И вроде бы все как и обычно. А нет. Дело в том, что султан предопределил, что надо платить жалования своим всем сотрудникам. В том числе и Янычар получают какое-то содержание. Все получают содержание. Но как? Если бы султан сказал так. Я вот сам плачу деньги. То ничего бы удивительного не было. А он делает очень интересную деталь. Он делит все земли на участки. Вот после новостей расскажем, что там было хитрого. Александр Поченок в программе «Фискал». Никуда не уходите. Встретимся после новостей. «Фискал». Эхо Москвы и Александр Поченок представляют. «Фискал». Программа об истории и практике налогообложения. В Москве 15.35. Программа «Фискал» продолжается. Ольга Журавлева и Александр Поченок. Александр Поченок, вы заинтриговались. Что ж такое удумал султан-то? Как же деньги-то добывать? Так вот, что он сделал. Я очень рекомендую почитать сам текст законов. Он очень любопытный. Он, конечно, хранится в Венской библиотеке сейчас. Но он издавался у нас еще в Советском Союзе. И там обращение. Там титуование. Это большая часть книги. Там, значит, если сыну Муле или сыну Паши писать, так просто. Высокочтимой милости и большой поддержки возвышенных. Но если султанше, его высочество, блистательная звезде, драгоценные жемчужины короны, до сопочтения свечи среди знатных женщин и так далее. А вот султан Шахин-Шах, возвышающийся над другими правителями, как путеводная звезда, величайший султанов мира и преуспевающий Хакан, славный завоеватель страны румов, хранитель неделимого царства, устроителя духовных, государственных, законодательных дел во имя предопределения судьб султаната, подлинный и знаменитый его стелин, неоспоримый владитель трона, удостоенный называться героем своей эпохи, наделенный правом милости и пощады, величайший султанов, халиф над всеми учеными, султан, сын султанов, Мехмед, сын султана Мурадхана. Точка. Восточная цветистость тут проявляется. Вы хотите сказать, что помимо платы, ну, ясное дело, что к султану это не относится, человек вместе с должностью получал свою четко дозированную... Очень жестко. Очень жестко. Уровень почета. Если вы каде и сжалоним 500 акче, то у вас будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять титулов. Вот я читаю. Если у вас 150 акче, то всего-навсего влиятельнейший каде ислама, сосредоточив благотворение и помощи, удостоверяющим лиригиозно дозвольное и запрещенное. А они же следующим после неона эпитетка короче. И так далее. Так вот, помимо вот всех этих эпитетов, он придумал давать участки с определенным доходом. И когда говорится, что есть жалование, то это означает, что дается участок с доходом. И вот тут, когда пишут про Хурем Султан, что вот, понимаете ли, она накопила из своих денег, а ей сам Сулейман дал только всего-навсего там земельных участков на 100 тысяч акче, надо понимать, что это он дал ей неоднократно, он дал ей в обведении участки, которые давали ежегодный доход в 100 тысяч акче. И вот. Потому что это не стоимость земли, а это доходность. Это стоимость доходов. И вот он просто жестко прописывает, вот есть ранги, по рангам идет жалование, жалование фактически определяется размерами земель, которые он дает, и он сажает очень высоко дефтердаров казны, финансовых министров, казначеев, выше всех начальников, находящихся в моей блаженной столице, так? Вот. Он даже, и причем пишет, они выше всех санджак-беев, выше губернаторов, и поэтому садятся выше. Если даже беи получают 6 раз по 100 тысяч акче, дефтердары сидят выше их, и беи сидят ниже дефтердаров. Вот несколько раз это повторяет. Ему важно, чтобы финансисты были над губернаторами. Но они ведь самые богатые должны быть, значит, они заработали будут меньше. Нет, даже если он меньше получает, пока он не успел заработать за жалование, все равно финансисты вот здесь. Конечно, они ниже Великого Визиря, они ниже Муфтия, Шель Хаулислама ниже, это понятно, он была церкви, но вот они выше губернаторов и выше военно-начальников. Это очень жестко. Причем дальше он жестко оговаривает. Члены дивана, министры, правда, обратите внимание, сначала министров было трое. Потом министров стало 16. Вот они с длиннополыми халатами могут. Кстати, очень полезная штука, длиннополый халат и с длинными рукавами. Если кто хочет совершить переворот или зарезать султана, это сделать довольно тяжело. А дальше губернаторам и министрам вязаные шапочки с кисточкой на конце. Так, вот. А тем, кто фаниже, лыжный и петушком. Нет, вы же тогда не было. Вот. Так, вот. А прописано жестко, кто может садиться, кто должен стоять. Так. Так, и дальше любопытные вещи. Вот губернаторы. Губернатор, если военачальник из столицы назначается губернатором, ему дают участок, его доход 400 тысяч акче. То есть, 400 килограмм серебра. Так, вот. А Санджак Бей с доходом менее 400 тысяч акче, начальник уезда, не может стать бейлербеем, то есть, главой и губернатором. Он должен повысить доход. Так, Александр Петрович, вы рассказываете, много красивых слов произносите, и массу всяких пышных, вкусных подробностей. Значит, объясните, пожалуйста, какова была цель вот этой вот системы финансовых поощрений и поощрений, что называется, социальных? Жесткая система иерархии. Так, во-первых, есть стимул, зарабатывая рост жалования и рост должности. Раз. Второе. Все равно вся земля султана. Как только ты перестаешь быть начальником, ты теряешь вот это все. И не случайно то же самое Сулейман Великолепно показывает похороны, чтобы руки его были видны, что он ничего с собой не взял. И монеты расшвыривали, чтобы показать, что денег-то он не брал. И врачи его несли лучше, чтобы показать, что даже лучшие врачи не могут спасти. Так, логика. Ты служишь султану, ты все получаешь. Прекратил служить султану? Гуляй. У тебя нет ничего. И могут, и очень часто, кстати, казнили, и отбирали то, что накопил. Так. Вот такая жесткая система иерархии. Жесткая система подчинения. Подождите, а если землей расплачиваются, которые приносят доход, ну, например, не урожай, случился пожар и так далее, значит, ты дохода не получаешь в этом году? Вот очень интересная вещь. Как собирают налоги. Так. У нас, естественно, за сбором налогов наблюдают дефтердары. Так. А кто, кстати, все облагаются налогами? Чиновники облагаются налогами? Нет, нет. Чиновники не получают. Чиновники получают. Облагаются налогами? Будем еще говорить подробно. Так. То облагается. Нам важно, что есть у нас чиновники, которые следят за сбором налогов. Так. Вот. У нас формируются фискальные группы по сбору налогов, МУКОТА. Так. А им дают право собирать налоги на протяжении трех лет. Так. Вот. А причем мытарь, сам непосредственный сборщик, который Амиль становится сборщиком, он адекварирует свои платежные обязательства и дает гарантов несколько поручителей, которые гарантируют жизнью, что он будет, или свободой, что он не будет совершать нечестных действий. Вот. Значит, есть проверяющий Кадий, Мефеттиги, который смотрит, и есть еще со стороны судей и духовенства, а со стороны правительства есть финансовый инспектор. Эмин. Так. То есть, еще раз. Смотрите. У нас есть нижние сборщики, сверху идут фискальные группы. Сборщики поручаются, например, по жизнью вот тех, кто за них поручился. Так. Плюс еще есть духовно-судебный надсмотрщик и есть финансовый инспектор. Так. И дефтердары, которые считают баланс по империи. И задача не собрать больше. Потому что с участка надо собрать столько-то, нажавывание вот этому получающему доход с участка, вот больше не надо. А меньше не получается, потому что у нас, вы говорите, какой не урожай? У нас там вот внизу пирамиды. Люди жизнью или свободой поручили, что деньги будут собраны. Все в порядке. Они обязаны их дать. На первых этапах система работает великолепно. Она приносит доходы. Ну так что, я не пойму, из горла достают? Я не знаю, как они там урожают? Сами платят, если собрать не могут. Ага. Ага. Вопрос, к чему это приводит? Все понятно, к чему это приводит. Приводит, с одной стороны, к сумасшедшей коррупции, потому что, что надо делать? Надо занижать продуктивность и доходность участков. Всячески. Это одно действие. А второе действие, надо собирать больше. Почему? Потому что, во-первых, тебе достанется, а во-вторых, когда год, который ты не соберешь, ты же должен платить. Чтобы была какая-то заначка на всякий случай. Совершенно верно. Да, сложно коррумпировать, потому что четыре, мы видим четыре ветки, контроля. Это очень хорошо. И эта система держится почти две сотни лет. И она сверхкоррумпируется уже, значит, в шестнадцатом она коррумпированная, в восемнадцатом она сверхкоррумпированная становится. В девятнадцатом она превращается в ужас. Меня очень интересует нижняя ветка, как это, нижняя часть пищевой цепочки. Кто облагается налогом вообще? Там, я не знаю, там, земля облагается, человек облагается, подоходного и нет, я так понимаю. Как-то нету. Есть. У нас все есть. Ладно, тогда давайте разбираться. Давайте вот разбираться. Пожалуйста. Так, единственное, что тут кто-то не понял, для повышения в должности необходимо увеличить твой доход, а не наоборот. Нет, насколько я понимаю, доход увеличивался, если ты повышался в должности. Значит, не, 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 доход тебе могут увеличивать по воле султана, который тебе может добавить жалование, и когда у тебя, если ты, например, у тебя есть Санжак, волость, уезд, и тебе подняли доход и перевели на Санжак с доходом выше 400 тысяч, а к че, ты можешь быть губернатором. Так, вот. И, значит, если ты хороший финансист, то тебе могут дать уезд с доходом 450 тысяч а к че. А если ты стременной начальник, тебе могут дать 430 тысяч а к че. Почему? Потому что тогда ты можешь стать еще и губернатором. когда тебе повышают зарплату, они как бы намекают, что ты можешь больше. Конечно. Грубо говоря. То есть, у тебя идет, как у нас чин и звание, так и здесь. У тебя растет доход, и у тебя растет твоя позиция. Халат у тебя длиннее становится. Халат, только он сразу становится длинным и стал министром. Потом ты можешь сесть выше, потом у тебя шапочка эта появляется, и потом ты можешь есть еду после великого визиря. Потому что после визирей в моем ЕС дальше подробно прописан рейс Уль-Кута, потом и так далее, и так далее, и так далее. Так? Тут очень любопытно. Причем порядок получения халатов и зимней и летней одежды тоже установлен. И вот финансисты опять в выгоде, потому что им дают халат и зимнюю и летнюю одежду примерно как визирям и кодескерам. Так? Вот. Понимаете? Вот такая... С одной стороны, система армейская. Система жестко армейская. Форма одежды, лето-зима, форма одежды номер два, кто после кого ест. Возможность доклада. Титулование строго прописано. Нельзя обратиться как попало. Кто ваше благородие, кто ваше благородие. Все понятно. Причем, как он уважает главного казначея, министра финансов и управляющего имущества, главного Дефтердара. Он пишет, ему подчиняются все, а ему во указания не могут быть игнорированы. Без его ведома не может быть ни внесено, ни изъято, ни одно акче. По своему положению он приравлен к Белербе и Румелии. То есть губернатор вот этой огромной, самой богатой Румелии. Так? Вот. И все казначеи являются уполномоченными смотрителями за казенным имуществом и землями страны. Так? Вот. Он пишет, что значит, в случае, значит, пусть главный Дефтердар важные государственные вопросы решает, советуясь с великим визирем, с премьер-министром. О тайных государственных делах даже второй визирь не должен знать. И в случае смерти одного из моих детей да присутствует у тела покойного великий визир Кодиаскеры и Дефтердары. На всякий случай. Финансисты в случае смерти. Это самое надежное. Причем Дефтердар может выдвинуться в главные Дефтердары и установлены из каких должностей. Кстати, как Кадий может выдвинуться постепенно в Дефтердары. Тут все четко прописано. Причем прописано с самого-самого начала. Выпускник медресе начинает преподавать медресе с 20 акче. Потом жало не повышается до 25, 30, 45, 50 акче. И так далее. И так далее. И так далее. Вот они все растут, растут, растут. Я специально... Гениальная СМС-ка очень кстати. Малиновые штаны два раза Ку. Вот если бы, понимаете, малиновые штаны два раза Ку это беспредметное титулование. А здесь у тебя четкая карьера. Причем сыновья то же самое. Сын Муфтия 60, сын Кодиаскера 45, сын учителя Шахзаде 30, сын Муи 20. Так это стабильность? Жесткая стабильность. И опять-таки на первом этапе работает. Работает. Все учтено. Даже когда он идет в поход, определено, что идут Муы и визирю дают по 50 Мулов, а казначею дают 5 Мулов для казны. Вы имеете ввиду Мулов? Животных? Животных. На которых еду. Понятно. Я с Муллами перепутала. Не Мула, а Му. Му. Извините. Вот. И значит написано, что казначей идет рядом с султаном и несет в маленьком сундучке на карманные расходы деньги. Так? Вот. И с Уугом выдают 4 раза в году летнюю зимнюю одежду и башмаки и подошвы. То есть резину. А мне, пожалуйста, всесезонную выдайте. И кому из моих сыновей достанется султанат, то, чем я говорю, во время всеобщего блага допустимое вмешление дуутробных братьев. Вот. Такая печальная вещь. Так? Вот. И вот теперь смотрим. А откуда это все берется? У нас с вами есть... Кто вас сделывает в самом низу? С кого это все начинается? Прежде всего у нас с вами есть десятина. Так? Обычная десятина. Ушер типичная. Это идет либо деньги, либо продукты. Причем она может меняться. Сразу начал поправить, не всегда десятина, 7% и так далее. Да, действительно, в Египте, в Сирии были разные ставки. В зависимости от ситуации. Гибко... Вот тут они молодцы, они гибко делали. Дальше подоходный подушный налог. Есть джизия. Это не мусульмане. Естественно, не мусульмане платят за защиту со стороны мусульман, за то, что вооруженная сила исламского государства их защищает. Они платят величину подушной подати, равную типичному арабскому хараджу. То есть мусульмане платят харадж, не мусульмане платят джизию. Опять-таки размер сначала терпимый, но 40-45 грамм серебра в 16 веке и постепенно он увеличивается в 7 раз. Денег нету за 100 лет. К концу 17 века вместо 40 берут 240. Так, опять-таки не платят этот налог, не платят служители культа, то есть ни христианские, ни иудейские священники, служители культа, монахи не платят. Закят тоже. Сначала это деньги, которые собираемые для бедных, потом все-таки вроде бы в религиозных целях, но это налог, который собирает государство. Еще один налог. А дальше есть еще декретированные налоги, есть авариз и девайпи, пошлина на города, налагающиеся для экстраординарных расходов. Войну начали, то же самое, что в Европе мы видим, налог на города, а он увеличился за 100 лет в 13 раз. Вот так вот. Дальше, вот тот основной налог, с которого считаем доход, леный налог Ресм и Чифиги, смысл какой? Мы посчитали продуктивность участков, мы посчитали плодородность почвы и определили вот этот налог, с которым все товарищи получают жалования. Причем, обратите внимание, единицей обложения была площадь земли, которую можно было обработать и засеять парой быков. Традиционно считалось, что это от 6 примерно до 15 гектар. Вот такой базовый размер участка. И он был по мусульманским районам, и потом он был введен жестко для христианских районов, и с ним взыскывали эти деньги, причем в христианских районах он был процентов на 15-20 в среднем по империи выше. Причем если налогоплательщик помирал, не освобождали вдову и наследника вот этого налога. Вот еще налог. Дальше был налог на баранов, естественно, причем были таможенные пошлины на домашних животных, был налог на рудники, был брачный налог, налог на... Это как госпошлина за регистрацию брака? Совершенно верно. Вот, был налог на право на наследство, обязательно они вводили. Потом, значит, ну, скот забредал, возвращать скот просто так нельзя было, нужно было платить налог за возвращение собственно заводшего скота. При передаче собственности из рук к руки платился тоже налог. Платились налоги на работу рынков, налоги на ремесленную деятельность, были корпорации ремесленников, здесь они немножко перенимали у Европы. То есть, они прям с цеха, ну, как бы... С цеха, почти цеха. Вот, за въезд в город тоже платился налог, так, вот, оптовая продажа товаров была, розничная продажа товаров была, облагалась налогов по весу, по стоимости, на караванных путях ставили точки сбора налогов и при прохождении караванных станций тоже платили налог, были импортные и экспортные пошлины, причем султан был реальным пацаном, он понимал, что не будут брать чиновники деньги в этом случае, и в документах мы видим официально указан бакшиш. Вот, кстати говоря, вот Санчо тут мрачно пишет, все четко и должно быть прописано, смешного мало, чтобы не было выраства и злоупотреблений, я вот тоже периодически прихожу к этому выводу, что иногда там, где без злоупотреблений ну никак невозможно хотя бы финансовых, может их ввести в какие-то хоть рамки, и мне кажется, что вот султаны в этом смысле были дальновидными товарищами. Они ввели реальные бакшиши, причем четко написано было, что чиновника надо отблагодарить. За его прекрасный доблестный тут. Александр Ильич, у нас мало времени остается до конца, меня очень волнует вопрос. Во-первых, судя по системе, которую вы описали, сбора налогов, собираемость была приличная. Очень приличная. Сколько запланировали, практически столько и собрали. А они могли меньше собрать. Потому что тогда секир башка и все такое. Сурово было настроено. Да, вы знаете, наверное, мы в следующий раз еще чуть-чуть поговорим про это, потому что тут много интересной тем осталось. И возьмем тогда какую-нибудь страну попроще. А потом уже перейдем к Америке. Америка будет с долгом. Так что, мы османов все-таки должны... Я, честно говоря, хочу еще немножко поговорить про османов, потому что там еще осталось много любопытных вещей. Меня во всем вашем рассказе больше всего занимает вот какой вопрос. Кто жил в это время наиболее тяжело? Вот у кого налоговое бремя было невыносимо? Обычные люди, из которых брали, 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 брали деньги. И на сколько их хватило? Это тоже интересно. На 200 лет их хватило. И вот в следующий раз мы подробно посмотрим, что же получилось. Почему вот такая сверхпрописанная, сверхработающая система, в которой все было учтено. Порядок подачи чашки кофе, величина кисточки на шапочке, размер поступления чего бы то ни было, и армия мощнейшая, и чиновники, и голову рубят, коль что не так. И вот эта система превратилась в чрезвычайно коррумпированную, причем опять-таки сравним, сколько официально получали, сколько воровали великие визири, выясняется, что воровали они в разы больше, и армия разложилась, и все перестало работать, и прогресса технического было мало. Вот так вот. Удивительно, а мы все мечтаем давайте за взятки голову рубить. Вот видите, люди рубили, а толку все равно не помогает. Как говорил Жванецкий, а включаешь, не работает. Спасибо большое, Александр Поченок. Сегодня начали разговор о налогообложении в Османской империи про налоговый гнет и его последствия мы, наверное, поговорим в следующей передаче. У нас еще впереди масса интересного, нам в Америку надо сгонять, у нас в Японии в очереди стоит, у нас еще столько важных вещей. Америка, наверное, две-три передачи будет, не меньше. Так что готовьтесь, и, кстати, готовьтесь, потому что вопросы опять будем задавать. Вот Таня задает вопрос, налоговая система какой страны оказалась оптимальной для этой самой страны? Это, по-моему, вообще неразрешимая проблема человечества. Абсолютно, каждый по-разному. Пока Сингапур неплох. Посмотрим дальше. Будем смотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова